Как лечить воспаление желчного пузыря? Заболевания желчного пузыря могут провоцировать такие факторы, как злоупотребление спиртными напитками, неправильный режим питания, частые стрессы и так далее. Симптомами заболевания желчного пузыря могут быть приступообразные боли в области правого подреберья, тошнота. Иногда рвота при остром течении болезни может повышаться температурой тела. При появлении указанных симптомов следует принять срочные меры. Какой антибиотик принять при воспалении желчного пузыря инструкция? 1 вольт в первую очередь необходимо упорядочить режим питания, сделав его 5-6 разовым. Порции при каждом приеме пищи должны быть небольшими. Важно также исключить из меню жирные блюда. Вместо жареных блюд употреблять пищу, приготовленную на пару, сваренную или в меру запеченную. Соки желательно заменить морсами, но ягоды для их приготовления не должны быть слишком кислыми. Не пить слишком много жидкости. Нельзя употреблять тяжелую пищу, например, грибные блюда, калорийные, кондитерские изделия. 2 вольта. Случае появления симптомов острого воспаления желчного пузыря необходимо начать прием антибиотиков. Конкретный препарат должен назначить врач. 3 при хроническом холецистите рекомендуется проводить несколько раз в год курсы домашнего лечения, направленный на профилактику обострений. В рамках этих курсов нужно следовать строгой диете, употреблять ферментные препараты и для облегчения работы поджелудочной железы принимать желчегонные средства. 4 вольта. В качестве желчегонных препаратов можно употреблять такие средства, как Аллахокорсил, Лиф-52, Лиобил и Дере. Хорошо влияют на работу желчного пузыря, отвары и настои из лекарственных растений. Сборы для их приготовления можно приобрести в аптеке или же сделать самостоятельно. Самым простым приготовлением являются отвары из однокомпонентных препаратов, например, плодов шиповника, травы бессмертника, кукурузных рылиц. 5-2 и более раза в год рекомендуется проводить курсы больной терапии. При холецистите применяют такие разновидности минеральной воды, как ясентуки номер 4 и номер 17, нарзан, боржоми, славяновская, смирновская. Пить воду следует за 30 минут до приема пищи в теплом виде 36-37 ос, предварительно отстояв ее, чтобы вышел весь газета. Кратность приема минеральной воды не менее трех раз в течение дня. Длина одного курса больной терапии должна составлять 20 дней. 6- Во время обострения болезни желательно избегать слишком сильных нагрузок. При возможности рекомендуется выезжать в санаторий, специализирующийся на данном заболевании.